Телевизионные, печатные и электронные СМИ Свердловской области встретились в столице Среднего Урала уже 11 раз. За два дня участники медиафорума обсудили современные тренды развития ТВ-индустрии, перспективные форматы печатных и электронных СМИ, способы привлечения аудитории. Мероприятие проходит под патронажем губернатора Евгения Куйвышева, который сравнил значимость работы журналистов во время борьбы с пандемией с трудом медиков. Тему продолжит Мария Антонова. Форум, который собрал в Екатеринбурге более 200 журналистов, открылся дискуссией, посвященной перспективам существования и развития традиционных СМИ. Спикеры – ведущие специалисты медиасферы. Дискуссия была яркая и эмоциональная. В эпоху интернета информационное пространство наполнили так называемые фейковые новости, вбросы, иными словами, выдумка и клевета. Бороться с этими явлениями лживых псевдофактов очень проблематично, ведь блогеры и влогеры пользуются своей безнаказанностью и пробелами в законодательстве и зачастую не несут никакой ответственности за свои публикации. У традиционных средств массовой информации остается только одно оружие – это объективность, профессионализм и подключение современных платформ донесения информации до своего телезрителя или читателя. Особенно это касается региональных средств массовой информации различных городов Свердловской области. Региональные СМИ, они близки и понятны людям. Я абсолютно четко, как руководитель нескольких телевизионных каналов, могу сказать, что аудитория, которая находится в Свердловской области, это совершенно иная аудитория, и там телесмотрение действительно выше. С точки зрения телевизора могу сказать. Мы видим это по замерам, по рейтингам, по долям. Для некоторых телевизор – это классический способ получения информации, и они к нему привыкли. Безусловно, это для отдаленных районов прежде всего. Но если взять всю Россию и масштабировать эту ситуацию на территорию страны, то средства массовой информации, в частности телевидения, – это вообще актуальная тема. Таким образом, по мнению профессионалов, традиционные телеканалы остаются источником информации, которому доверяют. Но необходима адаптированная интеграция ТВ-контента в интернет-пространстве. Это сайты, Ютуб-видеоканалы, сообщества в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Твиттер, Одноклассники и Инстаграм. Отметим, что медиафорум проходит в Свердловской области уже 11-й раз. Это важная дискуссионная и диалоговая площадка для журналистов всего Среднего Урала. Возможность поделиться опытом между различными территориями и городами. Донесение объективных фактов до жителей области – это задача государственной важности. От профессионализма и уровня взаимодействия официальных источников и журналистов зависит информационная безопасность региона. Во времена борьбы с общей бедой пандемии это стало особенно явно. Отметим, что медиафорум проходит при поддержке губернатора Евгения Куйвышева. Глава региона поблагодарил СМИ за ответственное отношение к своему делу. Уральский медиафорум проводится уже в 11-й раз и это наша встреча с вами особенная. Из-за понятных событий в прошлом году мы взяли паузу. Это было действительно серьезное испытание и мы все его прошли. По-новому взглянули на вроде бы казалось бы уже привычные вещи. Многое пришлось переосмыслить, много нестандартных решений принять. И пользуясь случаем, конечно же, еще поблагодарить журналистское сообщество за то, что в этот непростой период мы прошли вместе. СМИ помогали уральцам с неименьшими потерями пережить пик пандемии. Как сводки с фронта вы передавали актуальные сведения, информировали обо всех ключевых проектах, о мерах обеспечения устойчивости экономики и поддержки граждан. Вы рассказывали о героях красной зоны, о волонтерах, укрепляли веру в виде то, что все трудности обязательно отступят. На полях медиафорума глава региона отметил, что в мае начинает большой контрольный объезд муниципалитетов региона, в ходе которого планирует общаться напрямую с жителями и пригласил местных журналистов присоединиться к этим встречам. Также Евгений Куйбышев наградил представителей СМИ почетными грамотами губернатора Свердловской области за многолетний добросовестный труд. Наша съемочная группа узнала у участников форума и награжденных представителей средств массовой информации об их впечатлениях и о том, согласны ли они с тем, что в эпоху гаджетов, телевидения, радио, газеты станут людям ненужны. Безусловно нужно, однозначно. Было, конечно, немножечко грустно слышать от спикеров некоторые, что, ну, наверное, есть тенденция к умиранию. Могу только посочувствовать, наверное, своим будущим коллегам, значит и корректоры будут не нужны. У нас есть прекрасный плюс у СМИ, которые находятся в маленьких городах. Это телевидение, наше телевидение, что называется городское, и ему доверяют всегда больше, чем любым другим СМИ. И, собственно, нам нужно стараться удерживать эту позицию. Это наша индивидуальная особенность. Я считаю больше того, я считаю, что журналистов будет больше. Я преподаю сегодня на факультете журналистики Уральского университета федерального. Если в тот момент, когда я поступала, факультет набирал на курс 75 человек, а выпускалось что-то около 60, то сегодня на третьем курсе 90 с лишним. Средства массовой информации традиционные, конечно, в силу того, что степень доверия к ним значительно выше, чем к любому самому популярному блогеру, жить будут. Мария Антонова, Павел Сизов. Объектив. Итоги.